Вера Сторожева каждый день на стройплощадке. Картофельное поле рядом. Невероятно, но огород в пожаре почти не пострадал. Картошка хоть и не сравнить с урожаями прошлых лет, но в такой ситуации эти дары нужны как воздух. Огурцы и помидоры сгорели, ничего нет. Все банки и варенье. Все, все, все. Подполь там. Все сгорело. Ничего не осталось. Вот я сама вышла. Вот где я живу, квартира. Галоши она дала мне. Уже восьмой десяток, как Вера Антоновна, живет в отселищах. 40 лет телятница отработала. Всю жизнь в селе уезжать просто некуда. Причем потерять дом однажды уже приходилось. Мы когда первый раз сгорели в 98-м, это купили. И снова трагедия. Рассчитывать, кроме как на помощь, больше не на что. Сейчас проходит мимо будущего дома не столько с проверкой, сколько для успокоения. Ровно. Ровно. Именно ее дом на данный момент растет с самым быстрым темпом. В Адовских селищах дома для погорельцев возводятся, как говорится, не по дням, а по часам. Работает сразу несколько подрядчиков. Срок установлен 1 ноября. Но глядя друг на друга, строители в атмосфере доброй конкуренции хотят сделать работу еще быстрее. А всего неделю назад это место выглядело вот так. Теперь же самая активная стройка. Всего для погорельцев планируется построить в районах Мордовии 81 дом. Некоторые пострадавшие свеженькой подля своего отселищ решили построить новые дома не на прежнем месте, а в других населенных пунктах. В скором будущем они переселятся в райцентр Зубова Поляна. Для них строители планируют построить новую улицу из 25 домов. Иван Фисков, Евгений Мартынов. Вести Мордовия. Зубово Полянский район. Зубово Поляна.